Добрый день, дорогие друзья! С вами Мария Старовирова и сегодня мы с вами будем рисовать котика летящего на воздушных шарах. Нам потребуется бумага для акварели. Я взяла формат А5, это половина четвертого формата. Дальше нам потребуются краски акварельные, у меня такие, вы можете взять любую акварель, вода и кисти. Еще нам потребуется, конечно, карандаш, стерпы и линеры. Если у вас нет линеров, то можно взять ручку гелевую. Сейчас мы обозначим контур нашего рисунка. Нарисуем землю, с которой взлетает наш котик. Дальше нарисуем котика. Простого он состоит из-за вала. Ножки. Поменьше чуть-чуть. Ручку. В одной он будет держать букет, а в другой шарики. Какой котик без ушек. Давайте мы нарисуем смеющиеся глазки. Носик. И ротик. Давай еще будет грудка белая. Ротик чуть повыше. Так. И обязательно нарисуем хвост. Вот такой у нас получается котик. Мы его, конечно, чуть подправим позже. Давайте еще нарисуем ему когти. Теперь давайте делать шары. Они разного размера. Так как они кучи, они должны находить друг на друга. Что-то даже как будто выйдет за пределы рисунка нашего. Какой-то шар. Целая куча шаров. Один у нас улетит. Вырвется из этой кучки и полетит в другую сторону. Хвостики с шариком не рисуем обязательно. И сейчас мы нарисуем задний план, линию горизонта, где у нас будут домики. Котик наш городской житель вышел гулять на полянку. И улетел на шариках. Так. Значит, сейчас мы с вами сотрем ненужные линии. Посмотрим, какие будут на переднем плане шарики. Они немного находятся друг на друга. Давайте побольше будет впереди. У каждого, скорее всего, получится свой рисунок с шариком. Вот. Еще нам нужно сейчас обязательно сделать блики, чтобы не забыть потом про их. Шарики же блестящие, глянцевые. Поэтому мы сделаем такие блики. Чтобы показать их текстуру. Лучше делать по форме, более скругленные. Потом, когда мы сделаем наши рисунки, как варим, мы их сотрем. Я еще сделала чулочку котику. И сейчас мы будем раскрашивать. Возьмем оранжевую краску для него. Можно сделать, конечно, кота любого цвета. Но мне кажется, что рыжий кот, это очень даже интересно. Обведем сначала по контуру. Чтобы ему удобнее. Потом закрашивать. Навку. Мостик. Ножки. И грудку обводим, и мы ее оставим белую. И челочку тоже, кстати, предлагаю оставить белой. Теперь закрашиваем кота. Если где-то останутся немножко белые следы, то это же будет хорошо. Как будто у нашего котика шерстка. Ушки, давайте, тоже оттеним. Ставим белую внутреннюю. Вот таким вот штрихами. На красную кутику нашли. Вот такой он красавчик. Дальше давайте сделаем землю. Попробуем вот так ее сделать. Водой смочем бумагу. Возьмем зеленый цвет. У меня всегда есть лист белой бумаги, а я на нем пробую. Как получается цвета. Вот так мы отделим от города сразу. Не обязательно ровные линии. Даже лучше, если они будут неровные. Земля же поверхность неровная. Давайте возьмем еще вот такой оттенок. Чуть цвет морской волны. Можно смешать с нашим зеленым даже. Чтобы поля немножко разного цвета земля. Вот так, по-моему, получается отлично. Теперь давайте сделаем небо. Мы будем делать растяжку от темного голубого до светового к земле. Давайте сначала отделим шарики от неба. Таким образом. Чтобы у нас не было проблем потом. И закрашиваем. Теперь просто. Уже я не макаю кисть в краску, а просто растягиваю. Ту краску, что есть. Попадем на домики, это ничего. Возьмем краски еще. Здесь у нас веревочки, поэтому здесь тоже закрасим. Аккуратненько. Еще синего чуть-чуть. И растягиваем в ладоши. Вот так у нас сейчас на данный момент получается. И нам теперь нужно подождать, пока он у нас высохнет. Наш рисунок подсох. Теперь давайте раскрасим шарики. Самый крайний, который улетел, мы сделаем цвет окатар, оранжевого. Нам нужно повторять цвета в рисунке, чтобы они перекликались между собой. Шарик мы делаем таким образом. Обводим круг по шару, по нашему контур. И здесь на верхушке, где наш блик, мы тоже оставляем немножко белый цвет. Вот здесь мы полностью закрашиваем. Теперь моем кисточку. Чуть-чуть берем оранжевый, меньше, чем было. Обводим блик. Вот так. И здесь тоже закрашиваем. Более светлым получается оттенком. Тогда, видите, шар получается круглый. Когда высохнет, будет намного лучше видно, и можно будет, в принципе, еще доработать. Теперь хочу сделать желтые шары. Беру желтый цвет. И выбираю, какой у нас будет желтый шар. Все в центре. Вот этот вот. Так же делаю. Здесь закрашиваю. Чуть-чуть разводим. Обводим блик. Посветляется оттенком белого. Еще желтого. Не один же будет у нас желтый шар. Давайте еще верхний сделаем. Так как они находят друг на друга, надо за этим проследить, чтобы было правильно. Чтобы мы нечаянно не налезли на тот, что под ним. Вот так. И таким образом мы будем делать все шары. Хорошо бы сделать контрастные цвета рядом. Допустим, желтым у нас будет цвет синий. Давайте возьмем другой, отличный от неба. Вот такой. Более яркий. И сделаем рядом с желтым. Вот с этим. Тоже так же. Оставляем небольшой круг. Вверху. Рядом с бликом. Не забываем про хвостик. Забавляем нашу краску получше. Делаем лик. И закрашиваем. Если у нас смешивается вот в этом круге краска с то, что мы раньше нанесли, то ничего страшного. Может даже лучше. И еще один синий сделаем. Вот так. Интересный у нас получился блик треугольника. Давайте сделаем красный шар обязательно. Наши трубочки. Смотрим, чтобы не залезли. Вот Павлик. Вы для шаров можете взять любые цвета, какие вам больше нравятся. Ой, какой-то я взяла черный. Ой, зеленый, такой темный. Сейчас даем чуть-чуть. Такой темный нам не нужен. Это точно. Павлик чуть-чуть. Посмотрим, какие шары высохли. Вот высох желтые. Надо теперь еще подождать немного, чтобы они досохли. Пока можно на земле добавить зеленого, раз уж мы его взяли. Видите, у нас какие красивые переплывы получились. Травки добавим. Для яркости. Для яркости. Вот такими. Зигзагами. И предлагаю еще сделать цветочки. Давайте сделаем фиолетовое. Как будто котик как нарвал. нашим полем. Вот так, точечками. Тут ничего сложного совершенно. Ставим в разных местах, но кучками. Еще предлагаю добавить желтых цветочков. Одуванчики у нас тут растут. Интересная теплокраска. Это нам на руку. Очень красиво получается. И вот здесь тоже. Хаотично ставьте. И такими штрипами вдалеке покажем цвета. Вот. Вот мы докрасили шарики. И теперь будем делать букет. Возьмем фиолетовые цветы. С нашего поля. И сделаем такие. Точечками. И нам нужна зеленая краска. Теперь для стебельков. Вот такой букет. И нам нужно сделать еще домики. Возьмем какой-нибудь нейтральный цвет. Более-менее. Такой серо-синий. И легко кисточкой просто намечаем. Они так и останутся. Потому что они вдалеке. И мы их видим, как в дымке. Где-то они будут поярче. Где-то поблинее. Вот такой рисунок получился акварелью. Теперь мы ждем, пока высохнет полностью все. И дальше проработаем детали. И дальше проработаем детали. Гелевой ручкой или линнерами. Вот наш рисунок высох. Теперь давайте его проработаем. Гелевую ручку. У меня линнер. Нарисуем веревочки. Мы рисуем веревочки от шариков, которые впереди. Но на самом деле у нас их намного больше. Потому что шариков же сзади еще много. Поэтому нарисуем еще и между ними тоже. Такую пучку веревочек. И хвостики. Можно даже развивающиеся. Так. А, еще один шарик забыли. Вот этот вот тоже с веревочкой. Смотрите, теперь нам нужно сделать котика. Нарисуем мордочку. Глазки. Носик. Ротик. Не забудем самое главное про усы. Вот такой смеющийся. Вы можете еще обвести его по контуру. И прорисовать детали тоже ручкой. Делаем ему когти. Челочку. Ну, давайте обведем его. Вот это будет более яркий и веселый. Если у вас затекла краска, допустим, вот как у нас на шарике, это не беда. Это очень даже хорошо, потому что в этом прелесть акварели. Вы рисуете и никогда не знаете точно, что получится в итоге. Потому что это достаточно сложный материал и интересный. И грудку обведем. Вот такой котик. Смотрите, нам нужно стереть еще лишние линии. Как только полностью досохнет рисунок. Сейчас проверим, как у меня. Он высох. Чуть-чуть подтираем. Стомиков стирать не будем. Пускай это будет их контур такой. С котика чуть-чуть. Вот такой классный котик у нас получился. И у вас тоже, скорее всего, очень даже классные котики вышли. И вы теперь можете этот рисунок подарить своему другу. На классный очень праздник. День защиты детей.